Славься Бог! Славься Бог! Разумеете, язвецы, и покоряйтесь, и покоряйтесь, я бы с нами Бог! Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Многие критики Священного Писания указывают на противоречие в нем. Мы продолжим наш разговор о мнимых противоречиях в Священном Писании в студии доктор богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий! Добрый день, отец Андрей! Отец Дмитрий, следует ли новоначальному бояться читать Священное Писание? Нет, однозначно можно сказать, что бояться Священное Писание не нужно. Надо читать его обязательно. И то, что могут встретиться какие-то непонятные фрагменты, это никого не должно смущать. Да, есть такие тексты в Библии, которые понимаются сразу, легко, с первого прочтения, не вызывают никаких затруднений. Но есть такие, что человек думает, странно, я что-то не понимаю, как это понять, почему здесь написано вот именно так, а не по-другому. Тут многое зависит от общего развития человека. Я, например, помню, когда я начинал читать Евангелие, когда еще в школе учился, то мне, например, были непонятные страницы, когда говорилось о том, что воины римские одели Христа в багряницу и кланялись ему. Вот, говорили, радуйся царю иудейски, и при этом почему-то били его по голове. То есть в тот момент я даже не мог понять, что они над ним просто глумились, издевались. То есть я принимал это за чистую монету, что они как бы хотели воздать ему поклонение, но при этом почему-то некоторые из них применяли такие странные действия, что били его по голове. То есть на детском восприятии совершенно это, уже это было трудностью. Сейчас, разумеется, меня бы это уже не удивило, если бы я, например, в зрелом возрасте в первый выбор начал читать Писание. Такие моменты я бы сразу понял. Но есть моменты другие, которые даже взрослому человеку значительным опытом жизни все равно будут казаться преткновением. Например, те случаи, когда надо знать какие-то особенности быта древних народов, их представление о нравственности, когда надо знать какие-то особенности ветхозаветного законодательства, потому что все это имеет свой шлейф в Евангелии. Например, когда мы читаем, что Господь насытил 5000 человек, кроме женщин и детей. Что это за дискриминация такая? Да, почему вообще такое выражение? А почему не считаются женщины? То есть дети, понятно, но дети маленькие, они мало едят. Но женщина, она ест почти столько же, сколько и мужчина. Некоторые, может быть, и больше способны съесть. Почему их не считают? Вот это объясняется именно тем отношением к женщине, который был в то время вообще на Востоке. Не только в Израиле, а на всем Древнем Востоке не было равноправия мужчин и женщин. Поэтому для теперешнего человека, европейского склада, это совершенно странное высказывание. Но тогда оно звучало вполне органично. Да, многие такие мнимые противоречия мы встречаем на страницах Ветхого Завета, особенно если это какие-то численные, какие-то числа. Например, в Таразаконе или книга числа и Паралипоминон, когда мы сравниваем количество воинов в Израиле, или оно в одной и той же войне, как будто бы оно противоречит друг другу, или количество чистых и нечистых животных, которых Ной взял в ковчег. Как можно понять эти противоречия? И следует ли обращать на них внимание? Есть один способ толкования, который помогает снять многие из таких проблем. Он состоит в том, что порой священные писатели, говоря о чем-либо, вначале об этом говорят в общем. То есть их мысли касаются каких-то принципиально важных моментов, но в частности они не вдаются. Потом, когда они позже к этому возвращаются, они уже конкретизируют эти моменты, и получается так, что если сравнить их с первым текстом, то мы можем осмотреть даже, как нам кажется, противоречия. Вот что касается приведенного вами примера, о животных чистых и нечистых, например. Если мы возьмем книгу Бытия, то в шестой главе говорится, что Господь повелел Ною взять в свой ковчег каждой твари по паре. Каждого животного взять именно мужского и женского пола, для того, чтобы они потом могли размножиться на обновленные после потопа земли. В седьмой главе, когда уже бытописатель подробно описывает, как все это происходило, он уже детально описывает и повеление Господня. Здесь уже говорится о том, что животные разделяются на два разряда. Чистые животные, кошерные, и нечистые животные, то есть трефные. И вот здесь уже идет важное уточнение о том, что чистых животных нужно было взять по 7 мужского и женского пола. А нечистых животных только по 2 мужского и женского. То есть совсем разное числовое соотношение. Поэтому если между собой их сопоставить, возникает вопрос, почему же там говорилось «каждой твари по паре», а здесь говорится, что 7 к 2, чистых к нечистым. Поэтому здесь легче всего это объяснить тем, что там говорилось в целом о том, что надо взять с собой животных, чтобы они не погибли, чтобы они тоже спаслись, как и представители человеческого рода. Поэтому говорится именно о том, что представители должны быть мужского и женского пола в каждом виде животного. А здесь уже точные числовые соотношения. Но тут тоже, конечно, есть вопросы, о которых можно поговорить. Почему чистых намного больше, чем нечистых надо было брать с собой? Потому что в сущности прямое повеление Господня о том, что животных можно вкушать в пищу, было дано Ноэ, это повеление уже после выхода из ковчега, после окончания потопа. И, соответственно, некоторые экзегеты из этого делают вывод, что до потопа питаться можно было только растительной пищей, как это было изначально Богом положено в раю. Поэтому тогда различия животных чистых и нечистых, все эти положения кашрута, касались именно только жертвоприношений истинному Богу. А в пищу не употреблялись ни те, ни другие животные. Но другие экзегеты считают, что в принципе уже было возможно употребление в пищу животных, даже в допотопный период. И, соответственно, разница была только в том, что сами виды животных немного отличаются. Если сравнить то, что перечисляется в книге Бытия у Ноя, и что потом было у Моисея. Вот это вот соотношение животных, которое приносится в жертву, тоже было другим. Потому что, например, по закону Моисея есть только три вида скота, которые приносятся в жертву Богу, и два вида птиц. А здесь была ситуация в этом плане более свободная, более широкая. Но, в конце концов, опять же, все эти противоречия можно снять просто более тщательным изучением всего этого законоположения. То есть лучше говорить не о противоречиях, а о разночтениях в Священном Писании, о разной подаче, конкретизации, да? Да, можно так подойти к этому вопросу. Есть именно разночтение, есть более общее чтение, есть более конкретное восприятие. Ну, например, если мы возьмем даже новозаветный текст, Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка говорят о том, что Господь Иисус Христос предсказал апостолам о своих страданиях. И апостол Петр начал ему противоречить, Господь, да не будет этого с тобой, а Господь ему запретил такое говорить, сказал, а ты иди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И вот после этого диалога, по словам Евангелиста Матфея и Евангелиста Марка, через шесть дней было преображение Господне. Если мы возьмем Евангелие от Луки, там говорится, что это было дней через восемь, после этого самого диалога. Опять численные, как будто бы... Да, получается численное разночтение. Но его снять очень легко, если мы учтем, что дни можно считать по-разному. Если считать дни между диалогом и преображением, получится шесть. А если заключительно день диалога и преображения, будет восемь. Действительно, такие важные уточнения, которые очень важно знать для того, чтобы не соблазниться. Как раз в контексте соблазна, скажите, как важно обращать внимание на эти разночтения, и как они влияют на наше спасение? Стоит ли вообще обращать внимание на их... Ну, я думаю, что внимание обращать стоит, потому что слов из песни не выкнишь, и в конце концов это по-своему тоже интересно. Был такой средневековый философ Абеляр, который написал целую книгу под названием «Сик Этнон», «Да и нет» в переводе с латыни, где он собрал более 800 примеров таких разночтений из священного писания. Фактически, это был учебник по диалектике для его студентов, которых он учил, показывал им, что вот бывают такие разночтения, и учил, как их можно преодолевать. То есть реальных противоречий там нет, но нужно подобрать правильный ключ. Каждой паре таких вот разночтений. Поэтому в этом есть свой интерес. В конце концов, в этом проявляется наше знание, толкование священного писания, когда мы можем объяснить, почему такие кажущиеся противоречия имеют место, и почему Господь допустил, чтобы в священном тексте были такие, на первый взгляд, довольно явные разночтения. Ну, опять же, в некоторых случаях это довольно легко. Можно объяснить, например, когда Господь взывается к кресту или, или, или масса вахвани. А по другому Евангелию он говорит, элои, элои, ла масса вахвани. То есть уже немного другое произношение, в зависимости от того, на каком языке евангелист приводит это изречение Господа. Или на иврите, или на арамейском. Поэтому будет немножко разное звучание одних и тех же по значению слов. Разберем несколько противоречий новозаветных еще. Вот евангелист Матфей говорит о том, что Господь встретил апостола Петра и призвал его к себе именно на реке, именно у моря Галилейского. А апостол Иоанн Богослов говорит о том, что призваны были оба апостола, Андрей и Петр, на реке Иордан. Как понять это разночтение? Тут уже разные места, а не разные численные характеристики. Да, здесь география совершенно различна и разные обстоятельства, при которых произошло призвание. Но и здесь противоречий нет абсолютно никакого, потому что то, о чем говорит евангелист Иоанн, вообще его стиль изложения, по преимуществу это касается тех событий, которые происходили в Иудее. И с этой точки зрения он дополняет повествование первых трех евангелистов, так называемых синоптиков, потому что апостолы Матфей, Марк и Лука говорят о деятельности Христа преимущественно в Галилее, где Господь на самом деле проводил большую часть своего общественного служения. Поэтому, когда евангелист Иоанн писал свое четвертое Евангелие, он сразу эту цель имел в виду дополнить повествование синоптиков в том, о чем они умолчали. И что касается призвания апостола Петра, разумеется, Господь впервые его призывает к следованию за собой на берегах Иордана. Это было вскоре после его искушения в пустыне, когда сам Господь принял крещение от Иоанна, потом претерпел искушение от дьявола в пустыне, потом вернулся на берега Иордана, уже в силе духа вышел на общественное служение, и одним из первых действий, которые он совершил, было призвание к следованию за собой этих братьев. Андрея первозванного и его старшего брата Петра. Но при этом наши святые отцы и экзегеты замечают, что апостолы после этого первого призвания, они себя уже считали учениками Иисуса Христа, но еще не следовали за ним постоянно, везде, где бы он ни пошел. Очевидно, Господь в какие-то моменты давал им знать, что он хочет видеть их вместе с собой, куда-то собирался идти в их сопровождении, но в остальное время они продолжали заниматься своими обычными делами, в частности, своим ремеслом рыбной ловли. И вот это вот второе призвание, о котором как раз говорят синоптики, в частности, Евангелист Матфей, о том, что когда они как раз были на берегу, чинили сети, и вот Господь проходил мимо и призвал эти две пары братьев, Петра и Андрея, и Иакова, и Иоанна, и они последовали за ним, оставив свои сети, оставив отца своего Зеведея. И это уже было призвание к постоянному следованию за Христом, потому что обо всем этом говорится в четвертой главе Евангелия от Матфея, а уже в пятой главе говорится на горной проповеди, когда Господь прежде всего призывает к себе двенадцать, нарекает их апостолами, и уже после этого они были его постоянными спутниками. Читая Священное Писание в детстве, даже я задавался вопросом, «Как понимать противоречие в Священном Писании по поводу Страстной Седмицы и входа Господня в Иерусалим?» Одно из Евангелий, а именно Евангелие от Матфея, говорит о том, что изгнание торгующих из храма было в воскресенье, то есть сразу же непосредственно после хвалы отроков, детей, торжественного входа в Иерусалим. А евангелист Марк замечает о том, что Господь изгнал торгующих из храма в понедельник. Как это противоречие понимать? Это довольно тонкий момент, и тут нужно учесть некоторые превходящие обстоятельства. С одной стороны, на первый взгляд, может показаться, что большего доверия заслуживает повествование евангелиста Матфея, потому что он был из лика 12 апостолов и рядом со Христом был, как раз, когда все эти события происходили. Евангелист Марк не был из числа 12 апостолов, поэтому к нему в этом плане доверия может быть немножко меньше. Но нужно учесть другое. Евангелист Матфей вообще по своему складу, как писатель духовный, он преследовал определенные цели, когда писал Евангелие. Вот у него зачастую имеет место такой прием, например, когда он излагает притчи Спасителя, произнесенные вообще в разное время. Систематизатор он такой, да? Да, он их берет, в один блок соединяет и представляет, как будто это одна речь Спасителя. Вот особенно 13 глава Евангелия от Матфея, притчи о Царстве Божьем. Они идут подряд, как будто бы Господь их подряд произнес. Нагорная проповедь, 4 главы. Да, а на самом деле это было отнюдь не так. Господь это мог в разное время говорить, просто потом, для лучшего усвоения, вот именно чтобы, как учение Господне, Евангелист Матфей вот это систематизировал такими вот тематическими блоками. Что касается апостола Марка, то здесь он как раз более точен. То, что не был из числа 12, это нас смущать не должно, потому что зато он был жителем Иерусалима. И у него был дом в Иерусалиме, которым потом пользовались святые апостолы, для того, чтобы там переждать вот эти вот гонения со стороны иудеев, опасности и так далее. Поэтому он сам видел как раз все эти события, которые происходили в то время. И он показывает, что действительно Господь совершил изгнание торгующих из храма не в день своего входа в Иерусалим, не в тот праздник, который мы празднуем, вход Господень, а это было на следующий день, когда у Господа было уже больше времени, и цели его уже были немножко другие. То есть, если в первый день он входил торжественно, принять от народа почести, как настоящий царь Израилев, и в этот день было неуместно заниматься таким действием строгим, суровым, как и знания торгующих из храма. Он просто принял вот это вот народное ликование, почести, приветствия как должное. И после этого уже спокойно вышел в Вифанию. А уже на следующий день, когда произошло иссушение неплодной смоковницы, вот тогда Господь уже взялся за дело, серьезно, именно детально подошел к вопросу, почему они находятся там, где им быть не должно, превратили Дом Божий в вертеп разбойников. Но тогда он их изгнал. Поэтому в данном случае евангелист Марк, несомненно, более точен, потому что в Евангелии от Матфея здесь вот просто как бы общая картина представлена. А у Марка детально, что было в предыдущий день, в день именно, который у нас называется сейчас воскресением, вот, и что было в первый день после воскресного дня. Тем более, Евсей Викиссорийский, он передает такое апостольское предание о том, что апостол Марк после написания своего Евангелия дал его на согласование апостолу Петру, как апостолу. Да, 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 так в древности, так некоторые святые отцы и говорили, что Второй Евангелие, на самом деле, это Евангелие Петра. Просто сам он не имел времени заниматься письменными трудами, он поручил это Марку, который под его непосредственным наблюдением завершил этот труд. Да, очень важное замечание, спаси Господи. Есть интересный вопрос, очень важный, потому что многие люди им задаются, содержит ли Библия разночтения, те, которые касаются прямо истории нашего спасения, то есть именно искупления? Нет, вот таких разночтений в Священном Писании нет. Мне в этом отношении в первую очередь вспоминается повествование святителя Иоанна Златоуста, который сам был великим экзогетом, который написал замечательное, подробнейшее толкование на два канонических Евангелия, на первое и на четвертое, на Матфея и на Иоанна. И вот он говорит о том, что в Священном Писании есть определенные разночтения. И то, что они есть, это подтверждает подлинность Священного Писания. Потому что если бы все четыре евангелиста писали обо всем слово в слово, то возникло бы подозрение, что они просто переписали все у кого-то одного, у первого, или все в четвером писали из какого-то еще одного пятого источника, который нам остался неизвестен. А поскольку мы видим, что каждая Евангелие имеет на себе печать индивидуальности своего автора, есть вот такие вот мелкие разночтения, которые удобно согласуются и объясняются, но при этом, пишет Златоуст, во всем главном, что касается нашего спасения, что Христос воплотился, что Он пострадал ради нашего спасения, что Он был распят, что Он умер за нас, что Он воскрес в третий день и потом вознесся на небеса, в этом согласны все священные писатели. А это и образует главное содержание нашей православной веры. И смысл ее. Есть такое, ну, на мой взгляд, очень серьезное разночтение, которое говорит о том, что о разных предках, разные имена предков употребляются в родословии Иисуса Христа, которое как раз, ну, собственно, говорит о Боговоплощении, да, и свидетельствует о Его человеческой природе, но называются разные имена Его предков. Как согласовать такое разночтение? Мы знаем, что в Евангелиях есть два родословия Господа Иисуса Христа. Первое родословие – это в Евангелии от Матфея, второе родословие – в Евангелии от Луки. И разница между ними довольно большая. Она не только в именах. Во-первых, в Евангелии от Матфея все это родословие Господа идет по нисходящей линии от Авраама через Давида, через пленение Вавилонское до Иисуса Христа. В Евангелии от Луки родословие ведется по восходящей линии – от Иисуса Христа до Адама и даже до Бога. Кроме того, мы видим, что в Евангелии от Матфея есть имена некоторых женщин, которые были матерями, опять же, некоторых из предков спасителя. То есть есть такие дополнения, интересные отступления, которых нет в Евангелии от Луки. Все родословие у Матфея разделено на три периода по 14 родов. В Евангелии от Луки нет такой периодизации, вообще там цельное просто родословие и все. Ну и то, что вы сказали, есть различия в именах, причем, ну, видно, буквально берем по именам, кто был отцом того, отцом того, и мы видим, что имена не сходятся, потому что можно посчитать, по крайней мере, вот особенно вскоре после имени самого Господа Иисуса Христа, мы же видим, кто был второй, третий, четвертый, имена не совпадают. Для того, чтобы это объяснить, предлагались разные мнения, причем я бы сказал, что каждая из них по-своему удовлетворительна, можно остановиться на любом из этих объяснений. Возможно, они даже друг друга и дополняют, то есть справедливые и то, и другое. Ну, например, одна теория состоит в том, что родословия были переведены разные. Например, в Евангелии от Матфея приведено родословие Иосифа Обручника, потому что он был законным отцом Господа Иисуса Христа, и все его права, его преимущества, как потомка Давида, переходили на Иисуса Христа, независимо от того, что не был ему родным сыном по крови. По закону он был его сыном, и поэтому царская власть, как потомка Давида, на него должна была распространиться, потому что Иосиф был дальним потомком Давида. Что касается родословия в Евангелии от Луки, то оно вполне может вестись по линии Пресвятой Девы Марии. И поскольку они были членами одного народа, то на каком-то этапе у них совпадают уже дальше родословия, но до этого общего предка у них могут быть вполне разные предки, и у них разные имена. И есть еще одна теория, которая тоже совершенно обоснована и имеет укорененность в реальной истории израильского народа, это то, что у многих евреев в те времена было по два, а бывало, что и по три разных имени. И они все для них были именами употребительными. Просто одни люди знали их больше под одним именем, другие знали под другим именем. И, соответственно, так и получалось, что в одном родословии могло фигурировать одно имя, а в другом родословии другое имя. Поэтому, когда писали с родословия, то люди, читая их, знали, что речь это об одних и тех же людях, просто то, что их по-разному называли. Но для нас сейчас это уже является вот такой вот загадкой. Потому что у нас, в общем-то, не принято, чтобы человека одного называли двумя разными именами. Хотя сейчас вводится такая практика в некоторых вот, даже в православных странах, даже в некоторых наших епархиях, что у ребёнка родители дают одно имя при рождении, а кресят с другим именем. Но всё-таки в целом у нас эта практика малоупотребительна. И, как правило, имеет место в тех случаях, когда первое имя, наречённое при рождении, является не православным. Да, не святочным. Такой очень важный, животрепещущий совет нужен. Потому что многие люди, особенно молодые люди, соблазняются и не доверяют Священному Писанию. Какой бы совет могли бы выдать человеку, который сомневается в его достоверности и Бога откровенности? Святые отцы нашей Церкви говорили, что когда мы молимся Богу, то мы беседуем с Ним. А когда мы читаем Священное Писание, то Бог беседует с нами. То есть инициатива, она уже переходит на сторону Господа. Он обращается к нам, не мы к Нему в молитве, а Он к нам в Своём Божественном Слове. Поэтому если человек читает Библию внимательно, непредвзято, если он хочет постичь истину, обязательно Господь ему даст знать, что это настоящее его откровение. Например, для меня вопросов не было. Я когда впервые прочитал всё Священное Писание, когда я ещё учился в школе, то я ощутил вот этот дух Библии настолько сильно, святость этой книги, её неповторимость, ни с чем не сравнимый вот этот вот духовный какой-то свет, который из неё исходит, что для меня вопросов не было в истинности Священного Писания. Потому что я всё время читал разные, скажем так, священные книги разных религий, и нигде я не ощущал вот именно такого непосредственного божественного присутствия. Когда я открывал библейские книги и читал их, то меня просто поражало, вот насколько там концентрация вот этого какого-то совершенно необыкновенного, да, Духа Божия, который буквально, он входит в человека, который читает этот отец, который его осеняет, который действует непосредственно, не только на разум, но и на сердце. Поэтому я думаю, что самое главное, чтобы наши помыслы были чисты, когда мы читаем Священное Писание, чтобы мы в своей жизни старались соответствовать тем заповедям Божьим, которые изложены и в Ветхом Завете, где колог Моисея, и в Новом Завете заповеди блаженств Спасителя. Если у человека чистое сердце, он почувствует сразу, что это истина в последней инстанции, потому что Священное Писание, Библия, Откровение Божие, Ветхий, Новый Завет — это просто настоящее сокровище каждого христианина, и чем чаще мы его читаем, тем больше мы просвещаемся этим светом. Так что я, честно говоря, в своей личной жизни не встречал людей, которые бы не доверяли авторитету Библии. То есть если они себя вообще читают христианами, то для них эта книга самая святая на земле. Ну а если они иноверцы, то тогда это совершенно другая история. И еще следует обратить внимание на то, что необходимо читать Библию именно с толкования святых отцов. Скажите, кого из толкователей могли бы Вы посоветовать? Как ветхого, так и нового? Если мы говорим о Библии в целом, то есть прекрасное, при этом широко доступное издание, толковая Библия Алексея Петровича Лопухина в трех томах довольно объемных, которая была издана еще до революции и была переиздана библейским обществом, если не ошибаюсь, в Стокгольме, уже буквально в конце XX века. В чем-то, может быть, она уже немного устарела, потому что все-таки прошло больше ста лет с момента, когда велись все эти исследования. За это время библейская, ну-ка, уже шагнула далеко вперед. Но тем не менее, я считаю, что свое значение полностью она еще не утратила, потому что для, особенно, скажем, обычного мирянина это уже огромный массив знаний и сведений, которые полезно усвоить. Если же мы говорим больше о Новом Завете, особенно о Евангелиях, то тут можно вспомнить такого замечательного автора, как епископ Михаил Лузин, который был ректор Московской Духовной Академии в XIX веке, который написал толкование на Евангелие в трех томах. Первый том — Евангелие от Матфея, второй том — это Евангелие от Марка и Луки, третий том — Евангелие от Иоанна. Это замечательное толкование, которое написано с опорой на святых отцов, но при этом привлекаются достижения современной епископа Михаилу библейской науки западной XIX века. Есть, конечно, другие толкования, например, тот же самый Борис Гладков написал толковое Евангелие. Мне кажется, что оно уже морально устарело. Вот этот апологетический заряд, который одушевлял в то время Бориса Гладкова, но сейчас он уже немножко смотрится неуместно. Избыток эмоций, он вредит научной объективности. Ну а что касается других авторов, есть вообще пособие по изучению Евангелия, тот же самый архипетскоп Аверки Таушев написал, и четвероевангелие, и апостол, вот в таком систематическом последовательном изложении. Есть евангельские синопсисы, составленные современными авторами, где все евангельские тексты приводятся в четырех колонках, вот именно чтобы показать синхронизацию текста как одно и то же событие, описано у разных евангелистов. Это тоже очень полезная вещь. Глядя на эти таблицы, мы понимаем, что вот так именно все это происходило, в том числе и по хронологии событий. Ну а если мы говорим о святых отцах, то, конечно, Иоанн Златоуст, о котором мы уже сказали сегодня, блаженный феофилакт болгарский, который в чем-то сокращал того же Иоанна Златоуста, потому что у святителя Иоанна очень много прекраснейших мыслей, но настолько он пространно излагает свои беседы, истолковательные, что эти, скажем, страницы 800 на одно Евангелие читать можно очень долго, и как бы уже не всем хоть и терпение дочитать до конца. Да, устаешь. У феофилакта в этом плане все гораздо более четко, конкретно, сжато, то есть он самую соль берет, и вот ее излагает последовательно. Какой краткий совет Вы могли бы дать человеку, приступающему к чтению Священного Писания? Может быть, молитву какую-то читать? Ну, несомненно, всегда перед чтением Священного Писания вначале нужно помолиться. Для этого есть молитва Царю Небесной, которая читается на протяжении всего года, ну, кроме пасхального периода. А так можно почитать Христос Воскресе, трижды тропарь Святой Пасхи, и после этого, опять же, приступить к чтению Священного Писания. Причем я держусь с той точки зрения, что Священное Писание в домашних условиях можно читать сидя, не обязательно читать его стоя, потому что стоя мы читаем, ну, когда богослужебное использование Священного Писания, я слышу, что апостолы, Евангелие читаются на литургии стоя, Евангелие даже слушается стоя за Божественной Литургией, но когда мы читаем Священное Писание дома в целях именно получения, назидания, ознакомления, особенно когда мы сразу смотрим святых отцов и их толкования, то это можно, помолившись перед иконами, делать сидя, скажем, за своим собственным письменным столом. Спасибо, Господи, с Дмитрием за глубокую и важную беседу о Священном Писании. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и Ангела-Хранителя.